Здравствуйте! Выдалась хорошая погода, но, наверное, временно, потому что она неустойчивая такая. Но вот мы решили, значит, сделать самодельные такие шарниры. Для этой цели используем трубки. Вот отходы трубочки у нас есть. Вот трехчетвертная полдюймовая трубка. Сделать очень просто. Значит, берем трубочку, берем трубочку, ну, где-то размечаем ее, размечаем по 5 сантиметров. Вот по 5 сантиметров вот так вот размечаем. Вот. Вот так. Можно меньше, можно больше, кто как пожелает. Вот. Значит, это на один шарнир получается, значит, вот две таких заготовочки. Заготовочки. И вовнутрь нам нужно установить стержень. Ну, вот такого диаметра у нас, к сожалению, сейчас стержня нету. Вот. Посмотрели, самая подходящая, получается, полдюймовая трубка. Но она немножко не входит. Но, тем не менее, берем вот так, тоже делаем разметочку. Вот так вот разметочку берем. Вот так размечаем ее вот здесь вот, да. Что мы сделаем? Мы возьмем ее, значит, соответственно, значит, берем, значит, вот так вот распилим вдоль. Вдоль распилим. Выбросим где-то, значит, металла, ну, миллиметра 4, наверное. Миллиметра 4 металла выбросим. Потом, значит, распилим, немножко, значит, так, подриктуем, и она будет свободно сюда входить. Ну, вот сейчас мы это дело и продемонстрируем. Это недолго, это очень быстро. И будет достаточно хорошо. Так, чтобы распилить вдоль, вдоль распилить проще всего, когда трубка целая еще. Вот таким образом сейчас мы вставим и распилим вдоль. Ну, я уже сказал, что выбрасывать будет миллиметра 4. Вот так вот. Можно немножко по 8. Ну, вот видите, два разреза сделали. Вот здесь у нас великая точность нам не нужна. Она для того, чтобы немножко горячая, для того, чтобы эта трубочка входила, значит, уже непосредственно в трех-кетвертую трубку. Сейчас возьмем молоточек, подриктуем, и будет все нормально. Ну, рифтую трубку достаточно просто. На холодное, без проблем. Если, допустим, по диаметру она получилась немножко побольше, то данный вариант еще раз повторяется. Ну, вот мы подриктовали. Еще чуть-чуть поправим. Сейчас вот посмотрим. Вот, значит, трехчетвертная труба. Это была полдюймовая. Вот видите, очень хорошо ходит. Даже что проваливается. Вот, значит, следующий, значит, этап работы. Что мы берем? Берем, значит, соответственно, здесь вот две втулочки разрезаем. И после этого дело монтируем. Ну, пожалуй, этой сложности никакой нет. Ну, нельзя сказать, что идеально. Но более-менее так нормально. Вот. Вот эта втулка получилась даже лучше. Вот. Одна втулочка. Вот вторая. Это маленько посложнее. Видите? Похуже. Но здесь еще вот сверление. Сверление внутри тоже не очень ровно. Еще не ровно. Хотя, хотя, хотя пойдет. Хотя пойдет. Так. Хотя пойдет. Что мы делаем? Сейчас мы теперь эти втулочки соединяем. Так. Вот. Вот соединяем здесь. И что нам останется? Останется еще отпилить две втулочки, чтобы получился полный ценный шарнир. Сейчас мы отметим. Вот. Отметим еще раз. Здесь можно по месту отмечать. По месту отмечать. И все будет хорошо. Вот так где-то. Карандаш отполнался. Карандаш отполнался. Вот таким образом. Все. Переходим сюда. После всего, когда отпилим, придется отторцы просто втулочек заварить. С одной стороны. И все. И готово. Товарищ, крепко. Плохо, крепко. Крепко. Все, чтобы быстрее было, сразу две втулочки режем. Вот так, и будет хорошо. Резать, конечно, что ли, более ровно, можно разметить это дело все. Ну, мы вот без разметки режем, без разметки режем. Вот если посмотреть, получается, видите, точно, как говорится, все нормально. Все, разрезали. Разрезали. Дождик начался, наверное, придется немножко приостановиться. Как говорится, работа работает, дождем. Вот практически здесь шарниры готовы. Ну, вы видите, да? Вот она очень легко входит, очень легко входит. Вот один, да, легко входит, ну и другой. Ну, для окончательного изготовления необходимо вот одну часть заварить. Сейчас, ну вот, сейчас мы их сюда вставим. Вот так. Выровняем, чуть приподнимем. Ну, где-то вот так вот, чтобы было. Так. Вот таким образом. Эти кромочку немножко приподняли. Чуть-чуть приподняли. Сейчас мы это дело проварим. Ага. Это дело проварим. Это дело проварим. Сырые, немножко реклёда. Сырые, немножко реклёда. Сырые, немножко реклёда. Ну, вот практически мы, значит, приварили. Вот приварили один конец. И здесь вот он, видите, свободно, свободно обращается. Ну, вот особенность такая. Здесь вот будем эти шарниры. Ну, вот потихоньку дело подходит к завершению работы. Ну, вот уже, вот уже шарниры остыли. Более-менее нормально. Надо будем их крепить навстречу друг другу. Вот видите, что вот так вот. Чтобы они не выскакивали. То есть вот таким образом будем крепить. Но здесь вот, когда разрезали, получается хорошая щель такая. Соответственно, надо каким-то образом это делать. Пластиночки никакие наваривать не будем. Это ни к чему просто. Ну, можно крепить их по-разному. Можно просто вот, допустим, приварить с одной стороны, там, перевернуть с другой стороны. Можно так. Ну, в некоторых случаях очень хорошо получается. Если взять толстую проволоку, ну, примерно миллиметров пять. Четыре-пять миллиметров. Накрутить ее, значит, на одну сторону шарниры, на другую. Приложить, приварить. Потом проволоку убрать. Тоже очень хорошо. Некоторые, значит, на накладочках ставят шарниры. Тоже нормально. Ну, в данном случае, я вот, значит, решила сделать на упорницу. Таким образом, сейчас я вот, вот, у нас, это так. Понимаешь, что отходы вот этих, сейчас я их нарежу. А потом вместе соберем это на упор. Здесь никакой не надо. Так получат, так получат. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого, когда мы приварим, чтобы крышка у нас не вываливалась, а уже стояла на месте Вот так вот сейчас мы выровняем их немножко, чтобы в определенном расстоянии были с этой стороны Здесь вот прихватим их, прихватим с одной стороны, а потом уже на емкости уже до конца заварим Здесь, конечно, желательно соосность смотреть, чтобы, то есть, одна линия была Но так как мы делаем все на глаз, так и пойдет Сейчас приваривались, прихватил Посмотрим, что из этого получится Погода немножко нам мешает Потому что постоянно дождик Так... Так... Свинька варить маленько посложнее Так... Стреляет немножко Свинька немножко посложнее Ну вот уже две точки прихватили, сейчас с этой стороны тоже две точки прихватим, ну так в целом более-менее так нормально, и нужно повыше, вот так вот там приводить, так вот, чтобы одинаково было, так немножко сюда горячее, горячее, да где-то, так, там миллиметра два, наверное, ну сейчас мы одну прихватим, потом повернем, так вот прихватили, прихватили, а теперь надо посмотреть, чтобы более-менее она ровно была, так, о, видно, что неровно, сюда пошла, так, ага, так что немножко прихватили, не пошевелишь, не пошевелишь, так, еще надо чуть-чуть, вот так пойдет, так пойдет, так пойдет, так пойдет, так пойдет, еще раз посмотреть, ну пойдет, сейчас прихватим, прихватим и приварим, и приварим, Ну, к завершению будем устанавливать крышку. Ну, погода, конечно, сегодня очень нас не радует, потому что уже четвертый раз пытаемся, то выйдем, дождик опять. Сейчас опять вроде бы прояснилось чуть-чуть солнышко. Сейчас попробуем приварить. Но я еще говорил, что здесь нам великая точность не нужна. Великая точность не нужна. Наша задача, чтобы она здесь просто стояла. Просто стояла. Ну, сейчас вот где-то так вот. Где-то в этом районе. А там будет видно. Прижать бычерку. Прижать бычерку вот сюда. Вот так вот, да. Ну, ладно. Сейчас один крышик прихватим. Вот с одной, что мы прихватили. С другой стороны, кипит, не хватит. Так, это прихватили. Ну, и этот тоже прихватил. Чуть-чуть-чуть. Прихватили. Теперь посмотрим, что из этого получилось. И здесь вот в целом-то, в целом она должна открываться. Как она себя покажет? Ну, вот она показывает, что, ага, видите, чуть-чуть тянет. То есть, что, неровно поставили. Неровно поставили. Но, учитывая то, что у нас есть возможность шевелиться, она открываться будет. Открываться будет. Надо, значит, что сделать. Надо чуть-чуть поправить. Ну, как всегда, что не взяли молочек. Ну, ладно. Кончили эпопею с шарнирами для бочки. Бочка ждала где-то 4-5 лет, наверное, этой крышке. Но, видите, погода неважная. Но, тем не менее, все получилось. Вот она открывается. Вот. Открывается, значит, весело скрипит. Фиксируется здесь. Ну, вот здесь вот на соседней бочке. Здесь тоже вот самодельные тоже шарниры. Они стоят. Здесь вот внутри вставляли в полдюймовую трубку просто пруточек, да? Пруточек. Вот здесь, видите, больше прослаблено. Ну, может, даже и лучше. Видите? Вот тоже. Тоже такие шарниры. Ну, здесь немножко по-другому сделали. Ну, а смысл тот же самый. Видите, вот. Открывается, закрывается. Все. Пожалуй, на этом завершаем. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok